Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Костанай программа «Я умею». С вами ведущая Анастасия Серикова. И следующие 20 минут пройдут интересно и увлекательно. Сегодня у нас в гостях талантливые ребята, будущие хореографы. Заноза Арсений, Кулешова Агата и замечательный тренер Мурзагалиев Мирам Сертавич. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, рассказывайте, что это вообще такое, спортивные танцы? Это как? Давай, Агата, расскажи. Ну, это... Как ты их видишь? Как ты понимаешь спортивные танцы? Вы как-то там присаживаетесь, может быть, гирьки берете или нет? Нет? Нет. А что вы делаете? Так, Арсений, давай вопрос к тебе. Как ты понимаешь вот спортивные танцы? Ну, мы там... ну, там надо тренироваться, учиться, стараться. Угу. Тяжело это дается? Угу. Легко? Было бы желание, да? Ну, вопрос к тренеру Мирам Сертавичу. Посмотрите, пожалуйста, вот что такое все-таки спортивные танцы, чем они отличаются от классической хореографии, например? Ну, вообще, бальные танцы и классическая хореография, они... Как бы направление хореографии одно, но отличие идет совершенно, то есть такое видимое, потому что я так понимаю, я понимаю бальные танцы не только в движении, то есть, как и любые танцы, да, то есть для бальных танцев характерно несколько видов танцев, да, как не так, как в классике. Например, классика это только в основном балет, да, и классические какие-то виды движений, а в бальных танцах это такая, как вам сказать, смесь латинских танцев, смесь европейских танцев, и в каждой программе по пять танцев, которые совершенно разные, у которых совершенно разная подача, разный стиль, совершенно разная музыка и, соответственно, разные исполнения, то есть строится все на фигурах того или иного танца, вот, и вот в этом отличие, я считаю, да. Плюс это идет и культура, это я понимаю, вот я лично понимаю бальный танц не только как движение, спорт, но еще и как в целом это развитие личности в целом, то есть начиная детей вот с малого возраста, мы воспитываем в них уже не только спортсменов, вот, но мы... Как танцевальную культуру воспитываете, как правильно одеваться, да, спортивные танцы, это все прям. Все вместе, это охватывает, в принципе, нашу жизнь, потому что лично на своем опыте я могу сказать, что бальные танцы, они очень-очень сильно влияют на нашу жизнь, то есть то, как в дальнейшем мы будем себя вести по жизни, то есть занимаясь бальными танцами, ну, в принципе, культуры, хореографии тоже, ну, всегда учат. Агата, ну, давай, рассказывай, во сколько лет ты начала заниматься вот этими танцами спортивными и бальными? Пять лет. Пять лет. А сейчас тебе сколько? Семь. Семь, ты так много уже ходишь. Тебе нравится? Да? Ну, что вот больше всего тебе нравится вот в танцах? Выступать, например, репетиции. У вас правильно тренировки или репетиции? У нас, как школа спортивного танца, лучше тренировка. Тренировка, это правильно, да? Да, тренировки. Тренировки лучше или выступать? Выступать. Выступать? А что самое приятное, когда зрители аплодируют? Да? Нравится? Сладости получать, наверное. Сладости? Вам еще сладости дают? Нет. Нет? Не всегда. Не всегда? А от чего зависит, будет сегодня сладость или нет? От хорошего поведения? Нет? Ну, давай, Арсений, у тебя спрошу. Рассказывай. Тебе сейчас сколько лет? Семь. Семь лет. А сколько ты занимаешься? Четыре месяца. Четыре месяца. Ну, ты молодец. Ну, тебе нравится? Да. Сложно это вообще? Нет. А как ты вот считаешь, вот я, например, очень сильно хочу заниматься спортивными танцами. Что мне для этого нужно? Стараться. Стараться, да? Еще что? Учиться, танцевать. А как ты считаешь, никогда не поздно танцевать? Или уже есть какой-то предел возраста? Или нет? В любом возрасте можешь не танцевать? Нет. Нет, не в любом? А в каком? Ну, чтобы я знала, вдруг я тоже захочу прийти. Возьмете вы меня к себе или нет? Нет. Не возьмете? Ох, я вот планировала стать великим хореографом. А почему нельзя? Уже поздно? Угу. Потому что когда вырастаешь, уже вот это не запомнишь танцы. То есть пропадает память? Угу. Все понятно. Буду тренировать память. Договорились? Ну, если вдруг у меня с памятью все будет хорошо, ты меня возьмешь? Договорились. А, ну, вопрос к тренеру сразу. Где вы занимаетесь? Что у вас за зал? Вообще, чем отличаются, вот все-таки вы уже сказали, да, это тренировки. Да. Вот зал тоже как-то отличается от классических залов? Или нет? Ну, в классическом зале, по сути, отличие таких больших именно по инвентарю, да, вот, по самому залу, то есть таких больших нет отличий, потому что как и в классическом, так и в нашем зале присутствуют, ну, станки, да, то есть переносные, либо уже встроенные в стену станки, какие-то коврики, какие-то утяжелители, то есть, в принципе, это все есть тоже в классическом зале. Но, я повторюсь, то есть именно сам характер и вот стиль ведения тренировки, он чуть-чуть вот отличается, то есть, да, мы даем детям и физику, мы даем детям и выносливости, ну, соответственно, даем какие-то мелкие моменты для отработки, то есть занимаемся мы в клубе динамика, танцевальный, спортивный клуб, то есть уже не просто какой-то зал для занятий хитнесом или еще что-то, то есть конкретная школа бального танца, где мы растим детей, которые выступают уже непосредственно на турнирах, вот, ну, и, во-первых, то есть хотел бы благодарность сказать Ксении Сергеевне Канна, это руководитель нашего клуба, вот, за то, что пригласила меня в качестве тренера к ней, то есть как основного тренера по латиноамериканской программе, вот, ну, и, соответственно, мы состоим всей федерацией танцевального спорта Казахстана, вот, и, соответственно, уже, должны выставлять детишек от своего клуба на турниры, то есть уже готовить, уже занимать места, повышать рейтинги только клуба, ну, и нас как тренеров, ну, и, соответственно, дети радуются от того, что они получают медали, кубки, они растут, с каждым турниром они растут, они, то есть Арсений, взять Арсения, 4 месяца человек занимается, да, вот, и уже очень много турниров у него за спиной, то есть это и Алмата, и Астана, то есть... То есть он уже успел побутешествовать, да, Арсений? Конечно, конечно, вот, уже много детей, которые в раннем возрасте начинают уже ездить по городам, это огромная благодарность родителям, прежде всего, родителям этих детей, потому что без них, конечно, мы бы тоже ничего не смогли, потому что они их тоже дома воспитывают, приводят к нам, и уже мы их обучаем конкретно танцам, то есть всем видам танцев. Вот, ну, соответственно, правилам федерации, то есть возраста и так далее, вот, поэтому мы всегда рады деткам, мы всегда, то есть я вот немножко, вопреки Арсению, наверное, вот, вопреки вот его возраста, да, он говорит, что уже поздно идти на танцы, но... Нет, все-таки нет, да? Да, да, нет, ну, как бы я немножко, да, оговорюсь, что я пришел в танцы в 17 лет, то есть я в 17 лет танцевать пришел и был восхищен такими детьми, как они, то есть вот, я был восхищен ими и вдохновлен, то есть от этого у меня начались вот тренировки, мотивация. Да, 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 я хотел быть такими же, хотя у меня был уже такой возраст уже, не то что подростковый, уже взрослый, да, вот, ну, в итоге вот начали потихоньку заниматься, заниматься, выступать на турнирах, вот, выходить. Конечно, тяжело выходить именно на турниры, будучи начинающим танцором взрослого возраста, еще и танцевать с именитыми танцорами взрослого возраста, которые танцуют с детских лет, да, вот, это, конечно, и психологически тяжело, но ничего, мы просто хотели танцевать, мы хотели заниматься. Все-таки желание, наверное, самое главное, да? Желание, если есть желание, то заниматься в любом возрасте не поздно, потому что люди очень многие спрашивают меня, я говорю, не важно, сколько вам лет, не важно, какой вы комплекции, нации и так далее, то есть я рад помочь всем, вот, но дети – это отдельная категория, то есть к деткам это совершенно другой подход, совершенно другой стиль занятий и так далее, план, вот это все. Вот смотрите, все-таки, опять же, да, бальные танцы, наверное, не всем даются, да, легко. По каким критериям проходит отбор детей? Как вы выбираете? То есть есть ли, да, какие-то, наверное, все-таки либо нормативы, либо вот, не знаю, отсутствие чувства ритма или что? Ну, или ритм, наверное, все-таки можно развить, да, вот, как вы считаете? Ну, вообще, как бы, мы не отсекаем детей, если того или иного. Если он хочет сильно, да? Да, если он хочет, мы не делаем так, что если у него нет какого-то там способности, какой-то там того же ритма, если он там не слышит, например, мы не делаем так, чтобы все, то есть ты не приходи. Мы это все развиваем, то есть не рождаются дети уже талантливыми, да, то есть, но очень важно, если мы проверяем, по идее, то есть при наборе детей обычно тренера проверяют такой, как вам объяснить, ну, простой ритм, например, да, чтобы он повторил, например, да, хлопками, да, какими-то, либо отстукиваниями. Потом еще очень важно, если ребенок, например, занимался каким-то видом спорта физическим, то есть это очень важно, потому что выносливость очень много значения имеет, потому что к концу тура бывает дети просто вроде танцуют, но дыхалки уже, вот, дыхания не хватает, да, легких. А как развивается дыхательная система? Поэтому мы стараемся уделять внимание и выносливости, да, гаточка, вот, Арсений, и выносливости, и силе, я их лично гоняю по отжиманиям, по планочкам, по прессику, то есть мы... То есть у вас такие полноценные тренировочки, да? Потому что, да, я сам со спорта пришел, с такого, с полупрофессионального спорта, и, в принципе, мне знакомо, что такое тренерство, мне знакомо, что такое, когда трудно, когда потеешь, то есть а в танцах это немаловажно, когда ты проходишь из тура в тур, все думают, что танцевать это легко, но за этой улыбкой, то есть на паркете скрывается очень такая колоссальная работа, как и у танцоров балетной школы, то же самое, то есть это все дается нелегко, вот. Вот, но зато это потом дает результат детей, они рады, и в войне рады родители, то есть они очень счастливы, и нам приятно, когда дети растут, и родители, видя это, искренне, как бы, ну, радуются за детей, и благодаря тренеров, да, это мы нам тоже мотивация, мы хотим еще больше показать. Так, ну я чуть позже у вас еще спрошу, конечно, про пыхательную систему, а сейчас, Агата, предлагаю посмотреть ваши грамоты, смотрю, у Арсения тоже грамоты есть. Здесь стол. Возьмем, будем смотреть. Так, ну, давайте начнем, вот, скажем, рядом со мной, заноза Арсений за третье место в возрастной категории Ювеналы-1 в программе трех танцев в Н-3 классе, да, или Аж-3? Аж-3, да. Аж-3, да, смотрите, друзья, какая красивая грамота. Класс, да, танцевальный, начинающий класс, да. Это начинающий класс, значит, да? Да, 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 три танца, значит, танцуют они. Арсений, приятно было грамоту получать. Ты, наверное, с гордостью шел, да? Это твоя самая первая грамота или еще нет? Не помнишь? Не помню, да? Нет, это самая первая грамота. Самая первая, да, все-таки? Это последняя, наверное, в Матете вызывалась. Второе место, они похожие, да? Да, это получается, они по разным категориям, и получается, они танцевали. Вот последний турнир в Матете был у них, это вот недавно прошел, да, это последний экспо-турнир. Это, я так понимаю, наш кустанайский внутренний, да, внутриклубный турнир. Это второе место, здесь у нас тоже Арсений. Да. Так, Агата, давай свои грамоты, будем смотреть. Показывай, Агата. Так, давай, показывай. Вот так вот покажем сейчас. Какая красота, друзья, смотрите. Здесь у нас Агата за первое место. Соло. Так, значит, танцевать можно парно, да, в дуэте? Ну, конечно. А можно соло. Красота. Вторая. Вторая, давай. Такая, и там тоже первое место. И там тоже первое место. Дай тебе руку, пожалуйста, молодец. Соло, да? Ты такая умничка. Арсений, ну тебя тоже пожмут за 4 месяца такие результаты. А здесь, а здесь, вот смотрите, какая красота. Первое место. Приятно все-таки грамоты получать, да? Я очень люблю грамоты получать. Так, это где? В Нур-Султане вижу. В Нур-Султане, да? Да, это недавно тоже турнир проходил в Астане. В Нур-Султане, да. Нет, это вообще, когда я танцевала. А давайте медальки. А, это еще давно, да, ты танцевала? Медальки посмотрим. Ой, какая красота. Я вот вижу, можно я возьму это? Сейчас заметила это. Так, это кубок. Кубок, да. За что? За парный. Татуэтка кубок. В Кустанай. В Кустанай? За что, за что? В Кустанай. Так. Проходил в Кустанай. А за что, за сольный танец или за парный? За парный. За парный. Мы его отдаем вот это, ну, мы его отдаем вот это, ну, по очереди. Ага. По очереди. Один кубок на двоих, в общем. То есть делим. Отпилить можно? Нет? Они не согласились, да. Не согласились? Да. Мы меняем вот так каждый день, отдаем друг другу. Да, они пилили друг другу. Один показал в школе, в садике, другой в школе, в садике. То есть вот так, да? А как вариант, отпилить было бы неплохо. По половинке каждому. Ну. Так. Ну, а медальки каждому индивидуальные, я так понимаю, да? Ну, медальки, конечно, здесь тоже красивые. Хочется все потрогать, пощупать. Вот мне очень нравятся везде вот эти вот парные такие вот логотипы. Это очень красиво так смотрится. А ну-ка расскажите мне, в чем отличие, Арсений, вот когда ты танцуешь один и когда танцуешь в паре? Есть какие-то глобальные отличия или сложности? Тебе как вообще больше нравится? В паре танцевать или соло? Сейчас узнаем. В паре, да? Почему? Потому что так несложно. А если в соло, там сложно. А что сложного в соло? Как вот ты считаешь? Вот, например, я сразу представляю, танцевать в паре, это надо думать о своем партнере, да? Это, наверное, тоже сложно или нет? А партнеры, наверное, бывают разные. Разные? Все не так. Да. Сдержанно. Сдержанно, молодец. Агата, а тебе как? Парно нравится или сольно? Парно. Парно? Ну тогда вопрос к вам все-таки. В чем различие соло танца и парного? В чем сложности у того-у того? Ну, вообще, вот соло танцевания, оно появилось сравнительно недавно у нас. А, вот то есть не было вообще. Вообще, в принципе, в мире, да, вот, по правилам федерации, это сравнительно недавно началось соло, так как у нас, ну, вот, по практике девочек танцуют больше, да? А выступать, да, все хотят. То есть выступать хотят очень сильно девочки, тем более маленького возраста, да? Вот, и у меня, конечно, всегда, как у тренера, душа болит за девочек, которые взрослеют и все равно продолжают танцевать соло, вот. Но они выступают полноценно, так же, как и парные танцоры, такие же у них танцы, то есть те же критерии судейства, то есть те же места, то есть те же, ну, правила, да? Вот, и... А почему говорите, что душа болит? За то, что такие девочки без партнеров. Все-таки, вот, именно спортивные танцы должны быть парными? Да, это полноценно, когда идет парное танцевание. То есть парное танцевание, ну, вообще бальные танцы, в принципе, подразумевают именно парный танец, то есть, да, отсюда идет совсем другая работа уже, то есть на ритмику, на взаимодействие, на психологический момент, да, в паре, вот. Вот, ну, соло, конечно, этого нет, потому что, соответственно, нет партнера. Не до конца, как. Да, в основном нет мальчиков, да, как вот в практике повелось. То есть везде, наверное, в творчестве. Стереотипно, да, стереотипное мышление работает, в принципе, к сожалению, у многих, вот, ну, я бы советовал это стереотипное мышление убирать, потому что, ну, можно долго об этом говорить, почему, да, то есть необходимо заниматься, в принципе, хореографией, воспитывать в себе не только танцора, исполнителя, воспитывать в себе просто вот культурные качества, вот, они занятиями танцами, хореографией, вообще, в принципе, любым творчеством оно очень сильно помогает. Да, очень помогает. Какой бы вы совет дали начинающим танцорам, те, кто боятся прийти в хореографию, но хотят? Ну, вообще, я бы пожелал, ну, банально, наверное, но не бояться, да, потому что в зал приходят люди такие же, которые хотят научиться, и не стоит бояться. Если у вас есть большое желание, то мы стараемся для всех вас, если тем более какие-то старшие, взрослые ребята, например, да, люди возрастные, мы тем более идем на встречу и становимся друзьями им. То есть мы хотим, чтобы вы получили эмоции. То есть не только танец научиться танцевать, а в большинстве своем, на взрослых, я лично ориентирую, чтобы люди получили эмоции и были довольны в конце занятия. Вот, что у меня, в принципе, получается по практике, да, то есть когда человек приходит зажатый в начале, то есть потом начинаешь с ним взаимодействовать. Да, взаимодействовать начинаешь, и человек более-менее, улыбка на лице в конце, и это самое вот приятное, да, поэтому не стоит бояться, идите, занимайтесь, мы всегда поможем, всегда поддержим. И комплексы какие-то или стереотипы, это, ну, лишнее, это 100% лишнее. От этого можно избавиться. Конечно, от этого надо избавляться, да. Арсений, ну, давай, дай совет. Совет юным танцорам. Дашь какой-нибудь совет? Что скажешь? Нет? Ну, как, скажи там, ребята, танцуете, не бойтесь. Занимайтесь. Танцем не занимайтесь. Молодец, Агат, ну ты тоже какую-нибудь там мотивируешься, такую фразу скажи. Не бояться. Не бояться? Умничка, ну дай пять. Арсений, ну дай пять. Ну, я вас хочу поблагодарить за то, что вы сегодня пришли к нам в гости. Конечно, вот спортивные танцы, вот для меня лично, это всегда очень интересная тема, я готова о ней долго говорить. Время эфира ограничено, вот, еще, конечно, много вопросов, но еще обязательно вас приглашу в гости, вы мне очень понравились, спасибо вам большое. Вот, ну, а наше время эфира подошло к концу, с вами была Анастасия Серикова, с вами был Анастасия Серикова, с вами был Анастасия. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»